Девушки отдыхают Постройка супертанкера и обеспечение сохранности его груза – вот основная задача инженера. Потому что энергосодержание груза судна, подобного этому, эквивалентно 60 бомбам, сброшенным на Хиросиму. Чтобы эти огромные суда были безопасными, требуется точная инженерная работа и сложная наука. Только когда каждая часть корабля сделана на славу, он займет место среди других супертанкеров – морских суперсооружений. Суперсооружения Суперсооружения Супертанкеры Наше путешествие с супертанкерами начинается здесь, в Южной Корее, в стране, которая производит 75% всех СПГ-супертанкеров в мире. В этом бизнесе высокая конкуренция. Один из лидеров этой индустрии – фирма «Самсунг», гораздо более известная производством электроники. В ней также есть отдел, занимающий передовую позицию в проектировании и строении супертанкеров. Их задача проста – как можно быстрее построить побольше судов, при этом не поступая с безопасностью. Сроки становятся жестче, потребность в энергии возрастает с каждым днем. Эти перевозящие топливо гиганты играют жизненно важную роль в поддержании и функционировании нашего современного мира. СПГ-супертанкеры находятся на вершине технологий. Они одни из крупнейших судов, и, конечно, это делает их очень интересными в плане инженерной работы. Рождение самого современного супертанкера «Самсунг» начинается здесь, в доках. Заказанный малазийской корпорацией, он будет называться «Сери Амана», что означает «Королевский честь и надежность». Его строительство будет сложным и беспрерывным. Каждый сантиметр судостроительной верфи площадью 3 миллиона квадратных метров будет задействован в его постройке. Действительность этой индустрии выражается фразой «время», «деньги». Любая ошибка или задержка может вызвать огромные денежные потери. Супертанкеры, подобные этому, могут быть проданы за более чем 200 миллионов долларов. Так что, чем быстрее они будут построены, тем больше денег можно будет получить. Строительство супертанкера происходит в несколько особых этапов. Судно разбивается на шесть огромных секций, называемых мегаблоками, которые могут весить до 3000 тонн. Каждый мегаблок строится отдельно из более мелких блоков, которые могут весить до 1000 тонн. Когда каждый мегаблок закончен, их сваривают, чтобы создать каркас супертанкера. Внутренняя часть супертанкера оснащена четырьмя массивными изолированными грузовыми отсеками, спроектированными для перевозки СПГ. Громадный мотор оснащен трубами для перекачки сжиженного природного газа с кораблей обратно. В конце концов, жилые отсеки и корабельный мостик установлены на свои места. Довольно просто. Строительство переходит от меньшего к большему. После окончания строительства наш супертанкер будет составлять 282 метра в длину, 33 метра в высоту и 42 метра в ширину и будет весить 75 тысяч тонн. Верх компании Samsung является второй по величине в мире. Все, что с ней связано, измеряется в огромных количествах. В год сюда доставляется 900 тысяч тонн стали. Более 3000 килограммов риса потребляется 20 тысячами рабочих ежедневно. А на завершение супертанкера серия «Амана» потребуется миллион человеко-часов. Первая смена начинается ровно в 7.30 утра. И рабочие направляются в назначенные им секции, расположенные по всей верфи. Когда ты попадаешь на корейскую верфь, особенно туда, где занимаются строительством СПГ супертанкеров, больше всего впечатляют ее размеры. Видны огромные блоки, расположенные вокруг части многих кораблей, по всей верфи. И все расставлено, упорядочено. Просто увидеть уровень работы кипящей здесь — это уже потрясающе. Первый этап строительства супертанкера серия «Амана» — подготовка и нарезка стали. Подъезжает баржа с огромными листами термически необработанной стали. Каждый весит 6 тонн. Тяжелее, чем два нью-йоркских такси. 4 тысячи стальных пластин, как это, будут спаяны вместе, чтобы создать корпус нашего супертанкера. Это начало беспрестанной тяжелой работы, которая продолжится полтора года и превратит отдельные куски стали в гигантский супертанкер. Каждый стальной лист должен соответствовать точным параметрам. Стальной лист должен быть 2 сантиметра в толщину, 14 метров в длину и 4 метра в ширину. Только когда этот технический специалист будет доволен правильными размерами, стальной лист могут отправить на чистку и обработку. Нельзя терять ни минуты. Жесткие сроки означают, что эта сталь нужна прямо сейчас. Без постоянных поставок на верфи наступил бы застой. Этот работник отвечает за превращение термически необработанной стали в корпус, достаточно прочный для супертанкера. Сначала мощные струи воды смывают ржавчину и грязь. Следующий шаг – печь, в которую сталь помещают, чтобы равномерно нагреть до определенной температуры и подготовить ее к следующему этапу. Дроби очистки. Здесь тысячи крошечных частиц бомбардируют сталь. Это удаляет всякие дефекты и примеси. После этого сталь покрывается неорганическим цинково-силикатным грунтом. Это защитит сталь во время обработки и приводит к высвобождению меньшего числа токсинов в процессе нарезки. Стальная пластина теперь готова к работе. Она проходит последнюю проверку. Даже на столь раннем этапе строительства бригада знает судьбу этой стальной пластины. А она наряду с другими четырьмя тысячами будет отправлена через всю массивную верфь, где небольшая армия рабочих автоматов и подъемных кранов будет работать за всех сил, чтобы сформировать из этих пластин секции, которые спустя месяцы в конце концов станут напоминать части супертанкера. Каждый отдельный член бригады должен быть сосредоточен. Из-за любой ошибки проект может отклониться от графика, выйти из бюджета, и безопасность судна может оказаться под угрозой. Одно слабое место в сварке или нарезке может сделать части супертанкера уязвимыми, а этого нельзя позволить при таком летучем грузе, как сжиженный природный газ. В 1944 году целых 2,5 квадратных километра Кливленда были сравнены с землей, когда взорвался резервуар, в котором хранился СПГ. При этом погибло более 130 человек, и сотни остались без крыши над головой. Выжившие говорили, что место происшествия выглядело как зона военных действий. Энергия необходима для жизни на нашей планете. Представьте себе мир, где остановились все машины. Города погрузились во тьму, и заводы прекратили производство. Супертанкеры перевозят самый важный источник жизненной силы Земли через океаны к далеким континентам. Но так как запасы нефти иссякают, мир ищет новые источники топлива и новые способы их перевозки. Решение этой задачи – сжиженный природный газ и суда для их перевозки. СПГ-супертанкеры. Запросы увеличились от 56 миллионов тонн в год, 10 лет назад, до ошеломительных 130 миллионов тонн в 2005 году. Некоторые эксперты предсказывают, что это число увеличится втрое за следующие 10-15 лет, вызвав серьезную проблему. Недостаток транспортных средств для перевозки СПГ, чтобы удовлетворить спрос. Природный газ находят в газовых месторождениях по всему миру. Его добывают бурением на суше или на море и транспортируют по трубопроводу на установке, где он разжижается. Там его конденсируют в жидкость при температуре минус 160 градусов Цельсия. В жидком состоянии супертанкеры могут перевозить его по всему земному шару, чтобы выгрузить на регазифицированные установки, где СПГ возвращает в его естественное состояние. Потом через газопровод он доставляется на фабрики и в дома. Эта высокотехнологичная операция требует высокотехнологичной транспортировки. Но удержать на плаву и привести в движение корабль крупнее «Титаника» — это сложная проектно-конструкторская задача. Рабочие и технические специалисты верфи зависят от инженеров из исследовательской лаборатории, которые предоставляют им самые оптимальные чертежи супертанкера. Только когда инженеры уверены, что их разработки оправдают себя, информацию отправят в производственные помещения, где опытные рабочие удостоверятся, что все металлические пластины соответствовали форме корабля. Каждая пластина должна быть сделана с точностью до миллиметра, только тогда ее можно отправить на следующую строительную стадию — нарезку стальных заготовок. Нарезка и сварка стали осуществляются в этом огромном ангаре. 73 подъемных крана, 11 автоматов и 1000 рабочих. Каждому дано определенное задание, чтобы привести Сериаману в форму. Это очень длительная операция, требующая точности и сосредоточенности. Каждый рабочий и каждая машина играют критически важную роль. ВЗРОВАites ВЗРОВАит Они методичные, опытные, и они следуют установленным процедурам, которые были выработаны, чтобы сделать это добросовестно, хорошо и настолько быстро, насколько возможно. Это первые части супертанкера серии «Амана» на нарезку. Точная информация из чертежей отправляется в заводской цех, где опытные технические специалисты следят за тем, как автоматы нарезают листы до установленных размеров. Автоматы осуществляют нарезку стальных пластин при температуре 3500 градусов Цельсия. Каждая деталь — жизненно важная часть супертанкера, подобные ячейке пазла. Точность важна. На суть не осуществляется проверка качества. Если что-то не сделано в соответствии с параметрами, это должно быть переделано. Только когда технические специалисты уверены, что задача выполнена предельно точно, стальные детали отправят в сварочную секцию, где их соединят между собой, и они будут все увеличиваться в размерах, создавая новое поколение транспортировщиков топлива, которые перевозят сжиженный природный газ. Супертанкер сери «Амана» сейчас состоит из маленьких стальных секций, называемых строительными блоками. Каждый из них уникален, специально сконструирован для определенного положения. 98 из них будут соединены в 6 мегаблоков, чтобы сформировать корпус сери «Амана». Чтобы перевозить такие огромные секции, нужны большие машины, такие как вот это специально сконструированное транспортное средство с безбортовой платформой, которая может выдержать тысячу тонн стали. Эти грузовые машины чудовищных размеров постоянно находятся в движении. Доставка этих блоков в нужное место и в нужное время требует еще более сложного подъемного устройства, как вот эти мегакраны. Без этих гигантов работа на всей верфи остановилась бы. Работа крановщика – одна из самых стрессовых на верфи. Она требует стопроцентной сосредоточенности. Безопасность превыше всего. Любая ошибка может стать роковой. Так что, во избежание ошибок из-за усталости, крановщики работают по четырехчасовым сменам. Этот блок – часть корпуса нашего супертанкера, и он весит потрясающе много. 500 тонн. Больше, чем огромный авиалайнер. На земле сотрудники службы безопасности проверяют, чтобы ни один рабочий не оказался под ним. Безопасность превыше всего. Там много чего происходит. Много большого тяжелого оборудования двигается вокруг. Нужно быть постоянно на чеку. Блок необходимо переместить как можно быстрее. Чем дольше он находится в воздухе, тем дольше задерживается движение на земле, замедляя работу всей верфи. Но это никогда не делается в ущерб безопасности. Каждый рабочий знает, насколько опасными могут быть маневры при таком весе и размере. Так что, если сотрудник безопасности говорит вам держаться подальше, вы делаете это. Блок опустили. И эта часть верфи теперь готова возобновить работу. Эта огромная секция — всего лишь маленькая часть сериамана. Для формирования мегаблока ее нужно соединить с другими строительными блоками. Шесть мегаблоков сформируют сериаману. Это огромные секции поперечного сечения корабля, построенные и оборудованные по отдельности. Этот мегаблок является кормой или задней частью корабля. Лестницы и сеть труб уже принимают форму. Внутри бригада рабочих занята работой над внутренней частью. В конце концов, эта секция будет соединена с другим мегаблоком. Но соединение этих шести гигантских секций является одним из самых сложных и потенциально опасных этапов всего строительства. Супертанкер сериамана находится сейчас на шестом месяце строительства, которое, в общем, продлится 18 месяцев. Она приближается к ключевой стадии — стадии строительства в сухом доке. Все шесть мегаблоков должны быть доставлены в этот док для сварки. Для большинства из этих проектов существует свой определенный порядок, и это значит, что один определенный элемент должен быть закончен раньше другого. На другой стороне верфи ожидает хвостовая часть или кормовая секция, весящая 3000 тонн. Слишком тяжелая для таких подъемных кранов, как этот. Но не для кранов в морских портах, как этот. Они могут поднять 3600 тонн. Но такая подъемная сила обходится недешево. Использование одного из них стоит 30 тысяч долларов США в день. Но сегодня возникла большая проблема. Сильные ветра. Слишком опасно поднимать мегаблок. Каждый из тросов подъемного крана рассчитан на определенную нагрузку. Если порыв ветра создаст слишком сильное движение, вес распределится неравномерно, что может привести к разрыву троса. Если разорвется один, могут разорваться все. Это поставит под угрозу жизни рабочих на земле и на подъемном кране. Эта задержка дорого обходится Самсунгу, потому что компании все равно приходится платить за подъемный кран. Даже хуже это значит, что следующая стадия строительства в сухом доке не может продолжаться так, как планировалось. Сотрудник службы безопасности внимательно наблюдает за условиями. Ветер немного стих, но работа остановлена. Ставки слишком высоки, и перенос отменен. Впервые работа на Церриамана отстала от графика. Рассвет. Наступил следующий день. Прогноз погоды плохой, но на данный момент условия считаются достаточно безопасными для осуществления суперподъема. Но есть новая проблема. Это гигантское сооружение должно отправиться в сухой док номер 2. Более чем за километр отсюда. Этот процесс обычно занимает как минимум три часа. Но в связи с тем, что строительство выбилось из графика, и прогноз погоды на вторую половину дня неутешительный, бригада решает перенести мегаблок за рекордное время. На земле рабочие быстро выбивают огромные стальные опоры, которые поддерживают 3000 тонн мегаблока. Городовщики проверяют, чтобы все тросы были на своих местах, и чтобы огромный вес был распределен безопасно. Наконец, пришло время поднимать. Мегаблок, сконструированный для моря, парит в воздухе. Крановщик маневрирует этой колоссальной конструкцией над водой. Буксир тянет его по направлению к сухому доку. Любой сильный порыв ветра или техническая ошибка могут вызвать катастрофу и стоить миллионы. Вся верфь задействована в этой попытке совершить рекордный мегаподъем. Корма сейчас в нескольких метрах от дока. Но здесь в игру вступает напряжение. Крановщик должен поместить эту часть в нескольких сантиметрах от остального корпуса. Слишком большая брешь, и их нельзя будет спаять между собой, что означает новые задержки. Этого компания не может себе позволить. В сухом доке сотрудники службы безопасности и инженеры проверяют, все ли на своих местах, чтобы крановщик мог начать опускать мегаблок в определенное место. Блок. 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 Медленно опускается. В конце концов, он опущен с точностью до миллиметра. Три тысячи тонн перемещены на один километр менее, чем за час. Это рекорд. И через считанные минуты начинается процесс сварки мегаблока с остальной частью корпуса. Работа над супертанкером Сериамана вновь идет по расписанию. Рабочие наполняют водой сухой док. Потребуется закачать 150 миллионов литров воды, прежде чем Сериамана можно будет спустить. Достаточно, чтобы заполнить 60 бассейнов для Олимпийских игр. На следующее утро Сериамана впервые в жизни соприкоснулась с водой. Буксиры убирают стены сухого дока. Работники службы безопасности проверяют, готово ли это судно к спуску на воду. Лоцман-буксир убеждается, что пути безопасны. Последние проверки завершены. Сериамана спускается на воду. Даже несмотря на то, что буксиры в сто раз меньше, им все равно удается вывести супертанкер из сухого дока. Впечатляющее и завораживающее зрелище. Супертанкер Сериамана сейчас у пристани и готов к самой важной части своего строительства — установки четырех массивных грузовых отсеков, в которых будет находиться сжиженный природный газ. Внутри его корпуса рабочие возвели более 5000 тонн строительных лесов. Это огромное пространство — один из четырех грузовых отсеков, в которых будет находиться СПГ при температуре минус 160 градусов Цельсия, необходимый, чтобы газ сконденсировался в жидкость. У этого отсека вместительность порядка 42 тысяч кубометров. Достаточно, чтобы обеспечить энергией на один день город размером с Вашингтон, округ Колумбия. Хранение газа в жидком состоянии означает, что его можно перевести в большом количестве. Это сделает данные супертанкеры более экономичными и прибыльными, потому что они смогут доставлять клиентам больше топлива. Если бы природный газ не хранился в жидком состоянии, супертанкер должен был быть в 600 раз больше, то есть составлять 177 километров в длину, чтобы перевести такое же количество топлива. Гавани не смогли бы принять и одно судно такого размера, даже если бы оно было построено. Сохранение этого бесценного жидкого груза в безопасности во время путешествия длиной в 27 тысяч километров означает, что необходимо строить грузовые отсеки абсолютно надежными. У СПГ несколько особенностей, которые могут представлять опасность для судна. Низкие температуры СПГ представляют опасность для конструкции кораблей, для стали, если она соприкоснется с ним. И также существует опасность возгорания и взрыва газа. Так что система хранения разработана и построена так, чтобы уменьшить возможность возникновения этих опасностей и увеличить контроль над ними. Каждый миллиметр из 42 тысяч кубических метров внутренних отсеков должен быть изолирован. Соприкосновение с природным газом, находящимся под низкими температурами, может ослабить внутреннюю и внешнюю обшивку судна, сделав весь корабль уязвимым. Внешний корпус предоставляет первый слой защиты. За внутренним корпусом находится пенополиуретановая изоляция, а потом второй барьер, еще больше пенополиуретана, за которым следует слой древесины и самая важная часть – мембрана из нержавеющей стали. Нержавеющая сталь более устойчива к низким температурам и менее подвержена коррозии. Это похоже на термос, предназначенный для поддержания температуры груза, благодаря которой он остается в жидком состоянии. Так что рабочие должны обеспечить полное покрытие всех грузовых отсеков нержавеющей сталью. Крошечная щель может поставить под угрозу всех и вся. Поскольку от безопасности зависит так много, сварочные работы должны происходить предельно точно. Верфь нанимает на работу опытных сварщиков и разработала новую серию автоматов. Чтобы сделать то, что нужно, и там, где нужно, робот-паук использует лазер и точно спаивает около двух тысяч отдельных пластин, которые сформируют мембрану из нержавеющей стали. Это помогает обеспечить сохранность груза. Но это не единственная мера безопасности. Эти грузовые отсеки огромны, некоторые 45 метров в длину и 40 в ширину, и когда корабль выходит в море, внутри отсеков поднимаются огромные волны. Так что система герметизации должна быть действительно прочной, чтобы противостоять этим силам, которые ударяются об неё, пытаясь пробить брешь. Любая ошибка в расчётах может вызвать опасные инерционные силы, создаваемые сильным колебанием миллионов галлонов жидкости. Повсюду в грузовых отсеках рабочие устанавливают мониторные датчики, которые будут передавать информацию об условиях в грузовых отсеках. Эта информация будет отслеживаться 24 часа, 7 дней в неделю во время каждой поездки. На установку уходит более 9 месяцев. Все 4 грузовых отсека проходят проверку на безопасность. Работа над грузовым отсеком под номером 3 почти закончена. Строительные леса убраны, и в глубине танкера нержавеющая сталь проверена на предмет наличия повреждений и очищена. А выше сварщики и автоматы работают вместе, чтобы каждая часть грузового отсека была выполнена идеально. Спустя тысячи человеко-часов он, наконец, появляется во всей своей красе. Когда эти отсеки полностью заполнены, СПГ-супертанкер серия «Амана» будет весить 125 тысяч тонн. Перевозка такого огромного веса требует большой мощности. В этой секции ведется работа над моторным отделением. Бригада специалистов занята обустройством территорий. Они тщательно проверяют, чтобы все части были построены в соответствии с чертежами. Последние этапы сварочных работ и строительства идут по графику. Инспекторы по технике безопасности по два раза проверяют каждый сантиметр, чтобы обнаружить любые дефекты. Это огромное пространство будет сердцем супертанкера серия «Амана». Несмотря на то, что это флагманское судно, построенное при помощи современной науки и оснащенное техникой 21 века, оно будет приводиться в движение огромной паровой турбиной. В этом 270-тонном бойлере вода будет нагреваться до 500 градусов Цельсия. Перенасыщенный пар будет вращать турбину, что приведет в движение этот огромный грибной винт. До запланированной даты окончания строительства серия «Амана» остается всего месяц. Напряжение велико. Если какие-либо дефекты обнаружены, они должны быть исправлены, а это отсрочит подписание контракта и окончательный платеж. Потребуется всего 40 человек экипажа, чтобы управлять супертанкером. Этот супертанкер уже не крепость из поцарапанной стали, которой он был несколько месяцев назад. Теперь его покрасили. По всему кораблю тянется 39-километровая система труп определенной формы, при помощи которой СПГ будет перекачиваться с и на корабль. Моторное отделение преобразилось из такого состояния до такого. Чистое и готовое к работе. Этот — завершенный бойлер, который будет вырабатывать энергию для путешествия с «Ариамана» через океан. Турбина установлена. Она весит 293 тонны и будет движущей силой. Жилой модуль и мостик тоже готовы. В открытом море экипаж не будет испытывать неудобств. У них у всех будут спальни с собственным туалетом и ванной. И судно оснащено игровой комнатой и лифтом. На судне находится современная кухня с профессиональным поваром, который готовит качественную еду для капитана, его помощников и экипажа. Но «Ариамана» — не роскошный круизный лайнер. Все эти 40 человек экипажа представляют собой команду, отвечающую за то, чтобы это огромное судно безопасно и вовремя пересекло широкое водное пространство, доставив сжиженный природный газ все увеличивающемуся числу заказчиков. Это сложная задача, особенно для капитана. На мостике располагаются современнейшие навигационные системы и устройства предупреждения, которые засекут любое судно поблизости и сообщат руководству ближайшего порта и береговой охране их точное местонахождение. Сложный радар, как эти, также засечет любую угрозу. СПГ-супертанкеры, подобные серии «Амана», могут быть потенциальной мишенью для современных пиратов. Большая часть моего времени, проведенного на море, прошла на Дальнем Востоке, и там существуют области риска. Я говорю о пиратстве. Существует огромное количество грабителей-авантюристов, которые пытаются пробраться на борт незамеченными и забрав все ценности, какие только смогут, как можно быстрее скрыться. Существует также и другая опасность. В наших дней, я думаю, каждый корабль является мишенью для террористов. И, конечно, в сфере торговли СПГ мы используем код системы безопасности. Каждое судно должно выработать свой собственный план по обеспечению безопасности, которого оно будет придерживаться. Главная защита при перевозке СПГ — это убедиться, что другое судно не подойдет настолько близко к танкеру, чтобы вызвать проблемы. Грузовой ли это судно, или контейнер, или другой танкер, или маленькая лодка, которая не должна быть там, вне зависимости от причин. Если возникает ощутимая угроза, помощник капитана может воспользоваться корабельной системой аварийного вызова службы безопасности и подать сигнал бедствия. Другой миром безопасности являются телекамеры замкнутой системы телевидения, которые следят за всей Сериамана. Судно также проверяется экипажем на предмет наличия любых нарушений в системе безопасности. По мере того, как мировые океаны становятся все оживленнее и оживленнее, столкновения вызывают все больше опасений. Этот технологически сложный радар может засечь суда в радиусе 193 километров и следить за ними. Если штурман считает, что возможно столкновение, другое судно будет предупреждено, и его попросят сменить курс. Что они обычно и делают, размеры имеют значение на море. Подобному СПГ-супертанкеру, идущему полным ходом, потребуется 14 минут, чтобы остановиться. Так что более мелкие суда предпочитают убраться с дороги. Важно, чтобы капитаны-экипаж в подробностях изучили каждую часть серии «Амана», прежде чем выйти в море. Будет проведено несколько тестов и тщательных проверок. Только когда все эти проверки закончены, судно будет готово выйти в море. Потребовалось 18 месяцев непрерывной работы, чтобы превратить супертанкер серии «Амана» из этого в это. Было использовано более 4 тысяч стальных пластин, 40 километров труб, 240 километров электропроводки и 330 тысяч литров краски. Ширина судна составляет 33 метра. Высота — 42 метра, а длина — 282 метра. Если его полностью заполнить СПГ, оно будет весить 125 тысяч тонн. Несмотря на суровые погодные условия и жесткий график, судно с «Ариомана» прошло инспекцией и признано готовым к плаванию. Контракт о доставке подписан. Это стоит отпраздновать. На борту капитан поднимает малазийский флаг, тем самым указывая, что он командует судном и что «Ариомана» теперь действующий супертанкер, стоящий более 200 миллионов долларов США и насчитывающий миллион человеко-часов. «Ариомана» сейчас предстоит заполнить свои огромные грузовые отсеки СПГ и занять своё место среди других супертанкеров — морских суперсооружений. Верфь компании Samsung является второй по величине в мире. всё, что с ней связано, измеряется в огромных количествах. В год сюда доставляется 900 тысяч тонн стали. Более трёх тысяч килограммов риса потребляется двадцатью тысячами рабочих ежедневно. А на завершение супертанкера «Сэриомана» потребуется миллион человеко-часов. Первая смена начинается ровно в 7.30 утра, и рабочие направляются в назначенные им секции, расположенные по всей верфи. Когда ты попадаешь на корейскую верфь, особенно туда, где занимаются строительством СПГ супертанкеров, больше всего впечатляют её размеры. Видны огромные блоки, расположенные вокруг части многих кораблей, по всей верфи. И всё расставлено, упорядочено. Просто увидеть уровень работы кипящей здесь — это уже потрясающе. Первый этап строительства супертанкера «Сэриомана» — подготовка и нарезка стали. Подъезжает баржа с огромными листами термически необработанной стали. Каждый весит 6 тонн. Тяжелее, чем два нью-йоркских такси. Четыре тысячи стальных пластин, как это, будут спаяны вместе, чтобы создать корпус нашего супертанкера. Это начало беспрестанной тяжелой работы, которая продолжится полтора года и превратит отдельные куски стали в гигантский супертанкер. Каждый стальной лист должен соответствовать точным параметрам. Стальной лист должен быть 2 см в толщину, 14 см в длину и 4 метра в ширину. Только когда этот технический специалист будет доволен правильными размерами, стальной лист могут отправить на чистку и обработку. Нельзя терять ни минуты. Жесткие сроки означают, что эта сталь нужна прямо сейчас. Без постоянных поставок на верфи наступил бы застой. Этот работник отвечает за превращение термически необработанной... Вся верфь задействована в этой попытке совершить рекордный мегаподъем. Корма сейчас в нескольких метрах от дока, но здесь в игру вступает напряжение. Крановщик должен поместить эту часть в нескольких сантиметрах от остального корпуса. Слишком большая брешь, и их нельзя будет спаять между собой, что означает новые задержки. Этого компания не может себе позволить. В сухом доке сотрудники службы безопасности и инженеры проверяют, все ли на своих местах, чтобы крановщик мог начать опускать мегаблок в определенное место. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Блок медленно опускается. В конце концов, он опущен с точностью до миллиметра. Три тысячи тонн перемещены на один километр менее, чем за час. Это рекорд. И через считанные минуты начинается процесс сварки мегаблока с остальной частью корпуса. Работа над супертанкером Сериамана вновь идет по расписанию. Рабочие наполняют водой сухой док. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Потребуется закачать 150 миллионов литров воды, прежде чем Сериамана можно будет спустить. Достаточно, чтобы заполнить 60 бассейнов для Олимпийских игр. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Следующий шаг – печь, в которую сталь помещают, чтобы равномерно нагреть до определенной температуры и подготовить ее к следующему этапу. Дроби очистки. Здесь тысячи крошечных частиц бомбардируют сталь. Это удаляет всякие дефекты и примеси. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА После этого сталь покрывается неорганическим цинково-силикатным грунтом. Это защитит сталь во время обработки и приводит к высвобождению меньшего числа токсинов в процессе нарезки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стальная пластина теперь готова к работе. Она проходит последнюю проверку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже на столь раннем этапе строительства бригада знает судьбу этой стальной пластины. А она наряду с другими четырьмя тысячами будет отправлена через всю массивную верфь, где небольшая армия рабочих автоматов и подъемных кранов будет работать за всех сил, чтобы сформировать из этих пластин секции, которые спустя месяц и в конце концов станут напоминать части супертанкера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каждый отдельный член бригады должен быть сосредоточен. Из-за любой ошибки проект может отклониться от графика, выйти из бюджета, и безопасность судна может оказаться под угрозой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одно слабое место в сварке или нарезке может сделать части супертанкера уязвимыми, а этого нельзя позволить при таком летучем грузе, как сжиженный природный газ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В 1944 году целых 2,5 квадратных километра Кливленда были сравнены с землей, когда взорвался резервуар, в котором хранился СПГ. При этом погибло более 130 человек, и сотни остались без крыши над головой. Выжившие говорили, что место происшествия выглядело как зона военных действий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Энергия необходима для жизни на нашей планете. Представьте себе мир, где остановились все машины. Города погрузились во тьму, и заводы прекратили производство. Супертанк-ложный радар может засечь суда в радиусе 193 километров и следить за ними. Если штурман считает, что возможно столкновение, другое судно будет предупреждено, и его попросят сменить курс, что они обычно и делают, размеры имеют значение на море. Подобному СПГ-супертанкеру, идущему полным ходом, потребуется 14 минут, чтобы остановиться. Так что более мелкие суда предпочитают убраться с дороги. Важно, чтобы капитаны-экипаж в подробностях изучили каждую часть серии ОМАНы, прежде чем выйти в море. Будет проведено несколько тестов и тщательных проверок. Только когда все эти проверки закончены, судно будет готово выйти в море. Потребовалось 18 месяцев непрерывной работы, чтобы превратить супертанкер Сери ОМАНа из этого в это. Было использовано более 4000 стальных пластин, 40 километров труб, 240 километров электропроводки и 330 тысяч литров краски. Ширина судна составляет 33 метра. Высота 42 метра, а длина 282 метра. Если его полностью заполнить СПГ, оно будет весить 125 тысяч тонн. Несмотря на суровые погодные условия и жесткий график, судно Сери ОМАНа прошло инспекцией и признано готовым к плаванию. Контракт о доставке подписан. Это стоит отпраздновать. На борту капитан поднимает малазийский флаг, тем самым указывая, что он командует судном, и что Сери ОМАНа теперь действующий супертанкер, стоящий более 200 миллионов долларов США и насчитывающий миллион человеко-часов. Сери ОМАНа сейчас предстоит заполнить свои огромные грузовые отсеки СПГ и занять своё место среди других супертанкеров — морских суперсооружений. Автоматы осуществляют нарезку стальных пластин при температуре 3,5 тысячи градусов Цельсия. Каждая деталь — жизненно важная часть супертанкера, подобные ячейке пазла. Точность важна. На судне осуществляется проверка качества. Если что-то не сделано в соответствии с параметрами, это должно быть переделано. Только когда технические специалисты уверены, что задача выполнена предельно точно, стальные детали отправят в сварочную секцию, где их соединят между собой, и они будут всё увеличиваться в размерах, создавая новое поколение транспортировщиков топлива, которые перевозят сжиженный природный газ. Супертанкер сери «Амана» сейчас состоит из маленьких стальных секций, называемых строительными блоками. Каждый из них уникален, специально сконструирован для определенного положения. 98 из них будут соединены в 6 мегаблоков, чтобы сформировать корпус сери «Амана». Чтобы перевозить такие огромные секции, нужны большие машины, такие как вот это специально сконструированное транспортное средство с безбортовой платформой, которая может выдержать тысячу тонн стали. Эти грузовые машины чудовищных размеров постоянно находятся в движении. Доставка этих блоков в нужное место и в нужное время требует ещё более сложного подъёмного устройства, как вот эти мегакраны. Без этих гигантов работа на всей верфи остановилась бы. Супертанкеры, подобные этому, могут быть проданы за более чем 200 миллионов долларов. Так что чем быстрее они будут построены, тем больше денег можно будет получить. Строительство супертанкера происходит в несколько особых этапов. Судно разбивается на 6 огромных секций, называемых мегаблоками, которые могут весить до 3000 тонн. Каждый мегаблок строится отдельно из более мелких блоков, которые могут весить до 1000 тонн. Когда каждый мегаблок закончен, их сваривают, чтобы создать каркас супертанкера. Внутренняя часть супертанкера оснащена 4-мя массивными изолированными грузовыми отсеками, спроектированными для перевозки СПГ. Громадный мотор оснащён трубами для перекачки сжиженного природного газа с кораблей обратно. В конце концов, жилые отсеки и корабельный мостик установлены на свои места. Довольно просто. Строительство переходит от меньшего к большему. После окончания строительства наш супертанкер будет составлять 282 метра в длину, 33 метра в высоту и 42 метра в ширину и будет весить 75 тысяч тонн. Верфь компании Samsung является второй по величине в мире. Всё, что с ней связано, измеряется в огромных количествах. В год сюда доставляется 900 тысяч тонн стали. Более 3000 килограммов риса потребляется 20 тысячами рабочих ежедневно. А на завершение супертанкера серия «Амана» потребуется миллион человеко-часов. Первая смена начинается ровно в 7.30 утра. И рабочие направляются в назначенные им секции, расположенные по всей верфи. Когда ты попадаешь на корейскую верфь, особенно туда, где занимаются строительством СПГ супертанкеров, больше всего впечатляют её размеры. Видны огромные блоки, расположенные вокруг части многих кораблей, по всей верфи. И всё расставлено, упорядочено. Просто увидеть уровень работы кипящей здесь — это уже потрясающе. Первый этап строительства супертанкера серия «Амана» — подготовка и нарезка стали. Но удержать на плаву и привести в движение корабль крупнее «Титаника» — это сложная проектно-конструкторская задача. Рабочие и технические специалисты верфи зависят от инженеров из исследовательской лаборатории, которые предоставляют им самые оптимальные чертежи супертанкера. Только когда инженеры уверены, что их разработки оправдают себя, информацию отправят в производственные помещения, где опытные рабочие удостоверятся, что все металлические пластины соответствовали форме корабля. Каждая пластина должна быть сделана с точностью до миллиметра, только тогда её можно отправить на следующую строительную стадию — нарезку стальных заготовок. Нарезка и сварка стали осуществляются в этом огромном ангаре. 73 подъёмных крана, 11 автоматов и 1000 рабочих. Каждому дано определённое задание, чтобы привести сериаману в форму. Это очень длительная операция, требующая точности и сосредоточенности. Каждый рабочий и каждая машина играют критически важную роль. Они методичные, опытные, и они следуют установленным процедурам, которые были выработаны, чтобы сделать это добросовестно, хорошо и настолько быстро, насколько возможно. Это первые части супертанкера серии «Амана» на нарезку. Точная информация из чертежей отправляется в заводской цех, где опытные и технические специалисты следят за тем, как автоматы нарезают листы до установленных размеров. Автоматы осуществляют нарезку стальных пластин при температуре 3500 градусов Цельсия. Каждая деталь — жизненно важная часть супертанкера, подобные ячейке пазла. Точность важна. На судне осуществляется проверка качества. Если что-то не сделано в соответствии... Строительство супертанкера происходит в несколько особых этапов. Судно разбивается на шесть огромных секций, называемых мегаблоками, которые могут весить до 3000 тонн. Каждый мегаблок строится отдельно из более мелких блоков, которые могут весить до 1000 тонн. Когда каждый мегаблок закончен, их сваривают, чтобы создать каркас супертанкера. Внутренняя часть супертанкера оснащена четырьмя массивными изолированными грузовыми отсеками, спроектированными для перевозки СПГ. Громадный мотор оснащен трубами для перекачки сжиженного природного газа с кораблей обратно. В конце концов, жилые отсеки и корабельный мостик установлены на свои места. Довольно просто. Строительство переходит от меньшего к большему. После окончания строительства наш супертанкер будет составлять 282 метра в длину, 33 метра в высоту и 42 метра в ширину и будет весить 75 тысяч тонн. Верфь компании Самсунг является второй по величине в мире. Все, что с ней связано, измеряется в огромных количествах. В год сюда доставляется 900 тысяч тонн стали. Более 3000 килограммов риса потребляется 20 тысячами рабочих ежедневно. А на завершение супертанкера серия «Амана» потребуется миллион человеко-часов. Первая смена начинается ровно в 7.30 утра. И рабочие направляются в назначенные им секции, расположенные по всей верфи. Когда ты попадаешь на корейскую верфь, особенно туда, где занимаются строительством СПГ супертанкеров, больше всего впечатляют ее размеры. Видны огромные блоки, расположенные вокруг части многих кораблей, по всей верфи. И все расставлено, упорядочено. Просто увидеть уровень работы кипящей здесь, это уже потрясающе. Первый этап строительства супертанкера серия «Амана» — подготовка и нарезка стали. Подъезжает баржа с огромными листами термически необработанной стали. Каждый весит 6 тонн. Тяжелее, чем два нью-йоркских такси. Существует также и другая опасность. В наших дней, я думаю, каждый корабль является мишенью для террористов. И, конечно, в сфере торговли СПГ мы используем код системы безопасности. Каждое судно должно выработать свой собственный план по обеспечению безопасности, которого оно будет придерживаться. Главная защита при перевозке СПГ — это убедиться, что другое судно не подойдет настолько близко к танкеру, чтобы вызвать проблемы. Грузовое ли это судно, или контейнерное, или другой танкер, или маленькая лодка, которая не должна быть там, вне зависимости от причин. Если возникает ощутимая угроза, помощник капитана может воспользоваться корабельной системой аварийного вызова службы безопасности и подать сигнал бедствия. Другой меры безопасности являются телекамеры замкнутой системы телевидения, которые следят за всей серией Омана. Судно также проверяется экипажем на предмет наличия любых нарушений в системе безопасности. По мере того, как мировые океаны становятся все оживленнее и оживленнее, столкновения вызывают все больше опасений. Этот технологически сложный радар может засечь суда в радиусе 193 километров и следить за ними. Если штурман считает, что возможно столкновение, другое судно будет предупреждено и его попросят сменить курс. Что они обычно и делают, размеры имеют значение на море. Подобному СПГ-супертанкеру, идущему полным ходом, потребуется 14 минут, чтобы остановиться. Так что более мелкие суда предпочитают убраться с дороги. Важно, чтобы капитан и экипаж в подробностях изучили каждую часть серии Омана, прежде чем выйти в море. Будет проведено несколько тестов и тщательных проверок. Только когда все эти проверки закончены, судно будет готово выйти в море. Потребовалось 18 месяцев непрерывной работы, чтобы превратить супертанкер серии Омана из этого в это. Было использовано более 4000 стальных пластин, 40 километров труб, 240 километров электропроводки и 330 тысяч литров краски. Ширина судна составляет 33 метра. Высота 42 метра, а длина 282 метра. Если его полностью заполнить СПГ, оно будет весить 125 тысяч тонн. Потребуется закачать 150 миллионов литров воды, прежде чем серия Омана можно будет спустить. Достаточно, чтобы заполнить 60 бассейнов для Олимпийских игр. На следующее утро серия Омана впервые в жизни соприкоснулась с водой. Буксиры убирают стены сухого дока. Работники службы безопасности проверяют, готово ли это судно к спуску на воду. Лоцман буксиры убеждается, что пути безопасны. Последние проверки завершены. Серио Омана спускается на воду. Даже несмотря на то, что буксиры в сто раз меньше, им все равно удается вывести супертанкер из сухого дока. Впечатляющее и завораживающее зрелище. Супертанкер Серио Омана сейчас у пристани и готов к самой важной части своего строительства — установке четырех массивных грузовых отсеков, в которых будет находиться сжиженный природный газ. Внутри его корпуса рабочие возвели более пяти тысяч тонн строительных лесов. Это огромное пространство, один из четырех грузовых отсеков, в которых будет находиться СПГ при температуре минус 160 градусов Цельсия, необходимый, чтобы газ сконденсировался в жидкость. У этого отсека вместительность порядка 42 тысяч кубометров. Достаточно, чтобы обеспечить энергией на один день город размером с Вашингтон, округ Колумбия. Хранение родства. Супертанкеры перевозят самый важный источник жизненной силы Земли через океаны к далеким континентам. Но так как запасы нефти иссякают, мир ищет новые источники топлива и новые способы их перевозки. Решение этой задачи сжиженный природный газ и суда для их перевозки СПГ-супертанкеры. Запросы увеличились от 56 миллионов тонн в год 10 лет назад до ошеломительных 130 миллионов тонн в 2005 году. Некоторые эксперты предсказывают, что это число увеличится втрое за следующие 10-15 лет, вызвав серьезную проблему. Недостаток транспортных средств для перевозки СПГ, чтобы удовлетворить спрос. Природный газ находят в газовых месторождениях по всему миру. Его добывают бурением на суше или на море и транспортируют по трубопроводу на установке, где он разжижается. Там его конденсируют в жидкость при температуре минус 160 градусов Цельсия. В жидком состоянии супертанкеры могут перевозить его по всему земному шару, чтобы выгрузить на регазифицированные установки, где СПГ возвращает в его естественное состояние. Потом через газопровод он доставляется на фабрике и в дома. Эта высокотехнологичная операция требует высокотехнологичной транспортировки. Но удержать на плаву и привести в движение корабль крупнее Титаника — это сложная проектно-конструкторская задача. Рабочие и технические специалисты верфи зависят от инженеров из исследовательской лаборатории, которые предоставляют им самые оптимальные чертежи супертанкера. Только когда инженеры уверены, что их разработки оправдают себя, информацию отправят в производственные помещения, где опытные рабочие удостоверятся, что все металлические пластины соответствовали форме корабля. Каждая пластина должна быть сделана с точностью до миллиметра, только тогда ее можно отправить на следующую строительную стадию — нарезку стальных заготовок. Нарезка и сварка стали осуществляются в этом огромном ангаре. 73 подъемных крана, 11 автоматов и 1000 рабочих. Каждому дано определенное задание, чтобы привести сериаману в форму. Это очень длительная операция, требующая точности и сосредоточенности. Каждый рабочий и каждая машина играют критически важную роль.